КФХ Сначала сами питались натуральными такими продуктами Потом начали угощать друзей, знакомых Люди захотели приобретать это на постоянной основе И так у него и возникла идея в том, чтобы выращивать уже и деньги зарабатывать И для того, чтобы это можно было официально продавать, уже не стоять на рынке Так люди сюда сами приезжали Он открыл КФХ Сейчас его продукция продается в трех магазинах Два в Новочеркасске, один в Ростове Ну я не в этом бизнесе, я как старший сын помогаю просто своему отцу С маркетингом у нас получше, чем Да, ему некогда этим заниматься Хозяйство требует ежедневного ухода Маркетингом, конечно, мы занимаемся Я с братом, наши сыновья занимаются этим, помогают Ну так вот, семейный бизнес, по сути дела Идея агротуризма пришла Агротуризм это просто люди, которые сюда приезжали Наши знакомые, друзья Здесь очень много встреч проводилось Артисты сюда приезжали Такие, как братья Пономаренко Моисеенко и Данилес, ну и многие другие Да, они наши знакомые, да, и хорошие знакомые Они сюда приезжали, а к ним потом люди начали приезжать Они с гостями И мы посмотрели, что это пользуется спросом Такое место, где можно просто на природе посидеть И просыпаться утром, когда роса на улице, на зорьке И под кукарекание петухов Люди уже забыли, что это такое И это на самом деле, это уже экзотика В прошлом году мы приняли больше 300 людей сюда А нас узнают, как говорится, больше всего по сарафанному радио Это люди, сами рассказывают На сегодняшний день мы планируем плотную работу Именно с туристическими компаниями Которые переключились на внутренний туризм И реально это очень хорошее подспорье На сентябрь уже есть несколько заказов Надеемся, что ничего не помешает В первую очередь, главное развлечение Это сон на чистом воздухе Второе, это прогулки Реально здесь очень много мест где погулять Особенно по лесу Это чистый воздух Это водные процедуры У нас и аквазона есть Это бассейн открытый Есть закрытый бассейн Сауна, баня Мало того, есть детская площадка Есть спортивная площадка Где можно поиграть в большой теннис В баскетбол, в мини-футбол Плюс самое главное развлечение Это рыбалка Река Дон, слава богу, еще с рыбой Есть и лодки, конечно, да Ну, естественно, да Ну, некоторые даже приезжают сюда На свои лодки Да, у нас есть место, где можно оставить лодку на Дону С охраной, все как положено, да Ну, это же не все Еда, пища Пища, наверное, это самое главное, да У нас Все, что связано с курицами, да Это и яйца, это и мясо Это овощи, которые выращиваются Опять-таки без химикатов Вы, если вот прошли по территории, видели, да Все растет естественным способом Вот Если удобрения, то это все натуральные удобрения Которые после нашей птицы, да Плюс еще, естественно, сама кухня у нас Мы стараемся придерживаться именно нашей национальной донской кухни Есть некоторые блюда, которые уже забыли И никто не готовит, потому что они сложные А мы это сохранили И нашей бабушке, слава Богу, нашей маме Она записала в свое время все рецепты эти И мы с удовольствием для своих гостей это приготовляем Одно из самых любимых блюд наших гостей Это наши донские пышки Да, которые утопают в сметане И не ты окутаешься, они уже готовятся со сметаной, да И когда приносят на стол их горячими То соус, который получается из этой сметаны Это самое лакомое в этом блюде, да Все довольны Также пирожки со сметаной, да Отец с мамой занимаются заморозкой Это полуфабрикаты пельменей и вареники Все это тоже для наших гостей подается Ассортимент пельменей очень большой От рыбных до мясных и вареников большой Особенно с ягодами Все ягоды, которые выращиваются, все идет на вареники На варенье, которое готовится в русской печке Это реально ставится в чугунках А потом все это по баночкам разливается Вот это тоже такая вот экзотика Вы подали заявку на грант агротуризма В связи с этим два вопроса Ну понятно, что вы подавали, чтобы получить деньги Да, самое главное На что эти деньги вам нужны, во-первых И во-вторых, какого результата от вас ждет Минсельхоз? Потому что если деньги дадут, то с вас же и потребуют Ну, Минсельхоз у них, естественно, административные свои взгляды на это А наши взгляды на это то, чтобы мы хотим построить новую туристическую площадку здесь Красивые домики для птицы Где будет проживать 36 пород кур со всего мира Самые интересные породы Где будет 6 пород гусей, утей, фазаны, павлины, цесарки И это все будет именно породистые, которые не просто домашние это птицы А именно генетически породистые Но основное это даже не то, чтобы компании приезжали сюда А это больше на семейный отдых у нас предназначено Самое главное, воспитательные Мы с управлением образования переговорили И в Семикаракорском районе, и в Багаевском разговаривали В Уздонецком разговаривали У нас дети учатся в школах 2-й, 4-й класс, где проходят они по программе «Окружающий мир» Изучают птиц Мы готовы предоставить свой куриный зоопарк Для проведения открытого урока Где будет рассказано, именно и показано, что такое домашняя птица Во всем ее ассортименте и красоте Где дети сами могут пообщаться с этой птицей Вы сказали, что в прошлом году 300 человек, да? Ну да, чуть больше, да, 300 В этом году планировали где-то 400-500 А дальше? Когда грант получим, да, мы бизнес-план просчитали Но мы надеемся, что будет нам больше тысячи человек посещать нас Да, и это реально Если мы сможем затянуть сюда именно детей Чтобы дети получали здесь образование И проводили открытый урок Понятно, что один класс приедет, это минимум 25 детей уже Мы предполагаем, что они будут делать, дети здесь Они приехали, получили обзорную экскурсию по курятникам Потом они отдыхают на спортивной площадке Мы продумали мероприятие, которое они будут там проводить Это что-то наподобие веселых стартов Да? После этого они перекусят После этого они, естественно, поедут домой Получат каждый по подарку По наборчику цифр именно куриных яиц Потому что у нас породы предусмотрены Где будет скорлупа яиц разного цвета Как вы чувствуете, получите грант? Если получим, спасибо скажем нашему государству Но если не получим, будем сами делать Просто что дает грант? Во-первых, скорость осуществления этого проекта В первую очередь Если мы его получим, мы уже в следующем году В мае, мы в июне уже запустимся Если мы не получим грант Естественно, у нас где-то проект будет развиваться Не меньше двух лет Ну и еще будет зависеть, естественно, от экономики в России Хотелось бы, чтобы все было удачно Добрый день Я представляю хозяйство усадьбы Саркел Глава хозяйства Губин Игорь Викторович Наше хозяйство занимается выращиванием винограда Производством вина Производством сыра Также мы оказываем услуги по размещению То есть у нас есть гостевой дом Решили подать на грант по агротуризму Поскольку мы подошли к тому Что сейчас растут турпотоки Внутреннего туризма в России И нам необходимо дополнительное средство размещения Поэтому мы хотим сделать проект По строительству глэмпинговых домиков В казачьем стиле Для размещения туристов Это дома без фундамента То есть они легко возводимы Быстро возводимы И они будут строиться на таких опорах Просто 24 квадратных метров Со всеми удобствами Ну летнего типа А земля есть? Да, земля вот она Уже все парадисковано Вот освобождено на территорию Также еще проект мы рассматриваем Это приобретение трактора Для того, чтобы сделать для туристов Какой-то аттракцион в виде катания по виноградникам И еще один это создание детской площадки Потому что все туристы приезжают в основном с детьми Необходимо детей чем-то занять На время, пока родители дегустируют вина Дегустируют сыры У нас 12,6 гектаров виноградника В основном автохтонных сортов То есть наших донских И производим мы около 20 тысяч бутылок вина Выскокачественно Мы участвуем в конкурсах Завоевываем медали Поэтому это еще важно Для популяризации нашей продукции Участия в программах агротуризма Сейчас туризм какую долю занимает по доходам Если брать общую Вы же продаете не только здесь Да, еще в розницу Да, конечно Незначительную пока То есть это проведение дегустации Экскурсии Ну, они занимают, может быть, процентов 5 В общем доходе Поэтому мы хотим ее увеличить Поскольку это не капиталоемкая часть доходов И это выгодно делать Сколько бутылок вы продаете непосредственно туристам Которые к вам заезжают? Можете оценить? Ну, около 50% всей реализации Это продажа на месте То есть, соответственно, 10 тысяч бутылок Насколько эта доля может увеличиться? Ну, я думаю, наша цель Это продавать все на месте Поскольку это самый выгодный вид бизнеса Не тратиться на вторичную упаковку На доставку, на логистику, на дистрибуцию Поэтому наша цель продавать 20 тысяч бутылок на месте Какую сумму гранта вы хотите получить? Мы подали на 8 миллионов Из них 25% это наших То есть 6 миллионов из самого гранта И 2 миллиона мы вкладываем в свои Вместе с Институтом виноградарства Виноделии имени Потапенко 10 лет назад, даже 20 лет назад Мы начали сбор этих сортов У нас был маточник Здесь около 34 сортов Мы искали их по бабушкам, по дедушкам Смотрели, выбирали их в институте Там были совсем не лучшие времена И делали здесь площадь После того, как мы развили Мы начали эти сорта раздавать всем Кто хочет вести промышленное виноградарство То есть очень много сортов на Кубань Ставрополинодон ушло с нашего маточника Это сорта такие, но не забытые эти сорта практически Потому что я имею в виду забытые виноделия Потому что в Советском Союзе занимались массовым уборкой винограда Больше садили амурентис То есть гибридные сорта Которые не боятся ни морозов, ни заболеваний, ничего А вот с донскими автохтонами с ними работать посложнее Поэтому отчасти сорта просто были забыты И, наверное, чуть не исчезли Но вот с усилием вот этой группы людей С института, моих агрономов Мы воссоздали их И, в общем-то, они на сегодняшний день Получают и награды И проходят, ну, такие очень хорошие конкурсы по виноделию Получают высшие баллы Ну, они, наверное, менее урожайные, чем Рислинг, Мерло, Каберны Вы знаете, я так не сказал Менее урожайные Это потому, что, наверное, не подбирали к него подвойк Клон, куда нужно его привить То есть для того, чтобы это найти и правильно сделать Нужно сделать биологический анализ И посмотреть по почвам И на сегодняшний день у нас есть цемлянский черный С которого мы собираем стабильно Семь тонн с гектара Это так же, как и витисвинифера, в общем-то Вы сказали, что покажете виноградники на разных склонах Почвы отличаются? Да, они есть суглинки, есть известковые То есть мы вообще находимся сейчас на спуске Саламанской гряды Здесь южный и южно-восточный склон Если посмотреть, я не стал просто везти вас туда Потому что там много пыли Но там юго-восточный склон У нас юг там, восток там И там в основном посажены белые сорта винограда Они очень быстро вызревают Их первыми собираешь А здесь посажены красные сорта на южном склоне И именно посажены, видите, не вот так, а вот так Чтобы больше падало солнышко Потому что красные сорта, они были поздние То есть мы еще будем делать здесь листво удаления специальной машины И они будут, вот, если посмотреть То вот Саперави еще не полностью красные Это называется пигментация ягоды Вот чем больше солнышко попадет, тем он раньше покраснеет И будет ровненький Это называется биологическая зрелость этого сорта Или вообще этого продукта, да И вот когда достигнет биологическая зрелость Мы тогда уже смотрим, какие анализы химические Мы там смотрим обязательно, какая должна быть плюкоза И какой должен быть PH И после этого мы делаем уборку винограда Вот, допустим, шарданы уже готов Завтра сюда придут люди и будут убирать виноград Скажите, пожалуйста Для вас уже агротуризм направление известное Интересное, да? Можете сказать, сколько к вам приезжают людей в год? Что это за люди? Они мимо проезжали или приезжают отдыхают здесь где-то? Я могу сказать одно, что мы этим давно очень занялись Еще, наверное, 10 лет назад В 2012 году, наверное, были первые туристы И мы начали, ну, давайте так, зарабатывать на этом деньги, да? На сегодняшний день мы записываем И у нас получается по 2-3 группы в день Группы бывают разные То есть есть такое понятие Индивидуальная группа Это до 5 человек И после 5 человек Это уже группа, которая побольше Мы переходим в другой зал Мы рассказываем по-другому Ну, как бы, вот так Где мы этому научились? Где мы смотрели? Да мы специально ездили по Европе Специально были туристами Для того, чтобы научиться, как они проводят Мы сейчас ездим по Краснодарскому краю Отрекомендуемся просто как туристы Хотя нас все знают И заходим, мы тоже учимся, как они проводят И потом все это вместе складываем И смотрим, что удобнее для нас Но однозначно сначала мы рассказываем про терруар Мы рассказываем про свои виноградники Мы везем на виноградники Если у людей есть возможность сделать сбор Некоторые хотят, некоторые не хотят Мы предоставляем им эту возможность Вино не топчет? А к нам приезжал Тимур Родригес и топтал Они снимали клиф И он топтал Мы ему сделали бочку Насыпали винограды И он под музыку песни Челентано Топтал это вино Оно текло, этот сок И получился такой довольно-таки хороший фильм Все же вы подали документы на гранты Зачем вам понадобились дополнительные деньги? И как вы будете развиваться на них? Вы знаете, виноградники и винодельни для туризма это мало Люди хотят отдохнуть То есть они хотят хорошо покушать Они хотят покушать донскую кухню Или кухню той местности, где они находятся У нас есть еще большая тара овец И мы своих туристов кормим бараниной У нас есть рыбаки, пруды, где мы закупаем рыбу Готовим рыбу и все это преподносим Это все в отдаленной То есть у нас есть столовая А мы хотим сделать более цивилизованную зону барбекю Сделать парк, чтобы там можно было пойти отдохнуть Следующие планы развития У нас есть только два номера Мы хотим сделать 8 номеров Чтобы их было 10 Чтобы люди могли переночевать Искупаться Зима это баня То есть в территории есть собственность Есть коммуникации Все есть Газ есть Почему бы этим не заниматься? Вот на следующий год мы планируем Помимо гранта Который составляет 10 миллионов Если конечно получится Еще инвестировать где-то порядка Наверное 15-20 миллионов собственных средств На вот этот парк На эти домики На этот бассейн На все остальное Это нужно делать быстрее Потому что чем больше туристов Тем больше развития винодельни То есть они видят наш продукт Они потом его покупают Они говорят своим знакомым Да им просто интересно И мы этим живем Потому что нам тоже это интересно Вы сказали что нужно покормить людей А можно ли предположить Что получив грант Вы будете например сотрудничать С местными фермерами Которые тут же производят сыр Но допустим не возят его в Ростов Или куда-то еще в Москву А мы все и так берем у местных фермеров Мы берем и огурцы и помидоры Все выращивается здесь Все выращивается Если это лето в грунте Если это зима в теплицах Все зелень У нас не прекращается и зимой То есть к нам можно приехать и зимой И все то же самое Но единственное Виноградники не выйдешь и все И то когда есть возможность Мы показываем людям Что такое укровенные виноградники зимой Это тоже красиво А когда ничего нету Есть вал Да Это ни у кого нету Есть только в Ростовской области Понимаете И когда такие большие объемы Масштабы Ну это интересно Люди заводятся Им вообще хорошо и прекрасно Ну я не скажу Что сильно успешно Но мы уже занимаемся Агротуризмом И у нас скажем так Это происходит волнами Сейчас Вот когда допустим Цветет лаванда У нас практически каждый день Приезжают И группы Бывают даже Две группы в день Приезжают Ну когда в субботу Вот выходные дни А сейчас конечно Затишье Возвращается Вот сейчас есть такие Что там приезжают Три-четыре человека Которые возвращаются Допустим Из Крыма Едут На север Там на Урал Они как раз Здесь трасса Это они проезжают Видят розы Видят Когда Что вот она Винный дом Молчановых Они заезжают К нам Пообщаться Поговорить Попробовать вина Ну программа у нас такая Мы встречаем Вот как раз здесь Где мы находимся Я рассказываю Вообще Об особенностях Выращивания винограда На Дону Затем Мы здесь Шашкой делаем Сабраж То есть Открываем Шампанское Шашкой Разливаем его И кстати Как раз Рассказываем Что Французы говорят Да вот Сабраж Это и гусары Французские Придумали Да Но когда мы Посмотрим в историю Они почему-то Начали это использовать После 1812 года Когда они увидели Как это делают Казаки Поэтому Шампанское Выбиваете Да Прямо здесь Потом собираем Здесь лаванда Цветет недалеко Мы потом Переезжаем туда Там фотосессия На лаванде Затем мы приезжаем На винодельню На винодельне Мы рассказываем Весь процесс Переработки Затем Мы У нас есть Мы делаем Не только тихие вина И шампан Игристые Делаем игристое вина И мы При всех Начинаем Делать Такое Как То есть Снимаем С осадка И Мы Шампанское Оно же Сначала Горизонтально Бродит В бутылке Потом Вертикально Бродит В бутылке Я это вам Сейчас покажу И вот Когда вертикально Оно Так называем Ремюаж То есть Весь осадок Спускается В пробочку И вот Когда он Спустился Мы Замораживаем Это горлышко И Одного Из группы Одного Представителя Приглашаем И он Сам Своими Руками Открывает Сбрасывает Осадок Этот Закрывает Новой Ну Постоянной Уже Пробкой Там Мезле Это Закручивает Сам Им это Интересно Они участвуют В самом Процессе То есть Как бы Они Участвуют В изготовлении Вина По количеству Бутылок Сейчас Которые У нас Без горлышка Стоят Которые Отрубаны Вы можете Посмотреть Сколько К нам Приезжало Групп Она Называется Герит Ну Во Франции Она выглядит Не так Она Выглядит Вся Из нержавейки Там Это Фельдеперсова Там Так вот Называется Герит Как вы Думаете Для чего Это Правильно Делать Дегоржаж Вот Когда я Там Забыл Слово Это Дегоржаж Это Называется То есть Замораживаем Горлышко Горлышко Берем Потом Здесь Открываем Она Бах Бьется Сюда Все Потом Стекает Сюда Мы Здесь Берем Потом Вот И Выливаем То Что Остатки Собираем Пробочки И все Так вот Если бы Мы покупали Во Франции Она бы Обошлась Нам Где-то В 150 Тысяч Нам Обошлось Это Бабушкина Машинка Рига Обошлась 4000 Это Все Русской Смекалки Как Можно И И И И И И И И Там Получается Как При Получении Лицензии Был Выбор Либо Только На Тихие Либо И На Тихие И И И И И Конечно Я Написал И На Тихие И И И И И Мне Это Интересно Я Сейчас Мы Целую Линейку Сделать Игристых Вин Под Названием Мой Дон Мой Дом Все Наши Автохтоны Именно Сделать И В Игристом Варианте Чтобы Человек Мог Попробовать Вот Они В Тихом Варианте А Вот Они В Игристом Варианте Но Не Будет Гранта Я Все Рано Буду Ити В этом Направлении Другое Дело Что Это Конечно Будет Больше сил Энергии Мы Подаем На 10 Миллионов Мы Хотим Сделать Дегустационный Центр Его Оборудовать И Сделать Построить Кемпинговую Зону То есть Поставить 10 Кемпинговых Домиков Почему Потому что Вот Когда На Выставках На Ярмарках Везде Предлагаешь А Приезжайте К нам В гости Первый Вопрос А у Вас Есть Где Покушать Это Первый Вопрос Второй Вопрос А у Есть Переночевать Сейчас Пока У нас Есть Что Посмотреть Есть Что Выпить Но К сожалению Негде Покушать И Негде Переночевать Когда Вот Этот Цикл Будет Полностью Замкнутый И Все Условия Будут Выполнены Я Думаю Совсем Все Будет По Другому То Количество Туристов Резко Увеличится Другой Продолжение следует...